Надо заметить, что уходящий январь выдался не по-зимнему тёплым. Плюсовые температуры, проливные дожди, низкий снежный покров в Гололейце, а в западных районах области даже появились первые протальные. Сохранится ли такая тенденция дальше? Чего ждать от этой зимы? Тем продолжит наш корреспондент. Январь 2023 года был богат на погодные сюрпризы. В первые дни нового года лил проливной дождь, а к Рождеству столбики термометров резко упали вниз, затем обратно вверх, и крещенские купания проходили под дождём. Вообще среднесуточная температура в первый зимний месяц в нашем регионе примерно минус 9-10 градусов, а у нас почти все дни были показатели близкие к нулю. По предварительным данным синоптиков, январь 2023 года вышел на 2-3 градуса теплее нормы. И это при том, что в январе всё-таки были рождественские морозы, когда температура воздуха опускалась аж до минус 30 градусов. Однако никакие максимумы температуры в этом году не побиты. Например, январь 2020 года был ещё теплее. А вообще первый месяц зимы в 2023 не только был тёплым, но и дождливым, что сократило высоту снежного покрова. У нас где-то в январе норма 40-43 миллиметра осадков. Меньше нормы, и как бы вот в восточных районах где-то 50 процентов, ну даже не 50 по более, где-то может быть 75-80 процентов нормы. То есть всё равно ниже. А в западных районах, конечно, это, говорю, 5 сантиметров. Это практически и не высота снега. В ночь на пятницу снегопад добавил от 5 до 10 сантиметров покрова. Но это лишь небольшая часть от нормы. В ближайшем будущем погода кардинально не поменяется, говорят синоптики. Будут небольшие похолодания, которые будут сменяться оттепелями. Череда циклонов проходит. Ну и, естественно, вот все атмосферные фронты, которые с этими циклонами связаны, они все периодически задевают территорию нашей области. Поэтому очень часто повышение температуры. Мы видим снег, промежуточные зоны повышенного давления. Когда есть какие-то прояснения в атмосфере, температура воздуха понижается. Кроме того, ввиду неустойчивой погоды, лёд на водоёмах местами остаётся непрочным. Выход на него, а тем более выезд на транспортных средствах, опасен для жизни. Осторожность следует соблюдать и на улицах. Возможно, сход снега или сосулек с крыш домов. А также не следует оставлять в таких местах автомобили. Что касается долгосрочных прогнозов, то пока синоптики, ни тверские, ни российские, не спешат точно говорить, каким будет грядущий февраль. Но допускают вероятность ранней весны.